Всем привет! Сегодня у нас очередное зарыбление. Будем запускать наш пруд обыкновенного речного окуня. Напоминаю тем, кто не знает, у нас в пруду завелось много синьки и серебристого карася. Так что окунь призван помочь почистить личинки и молоть этих нежеланных видов рыб после нереста. Окунь это рыба, которая известна начиная от ребенка, впервые взявшего в руки удочку, и до самого опытного рыбака. Нет более распространенного вида рыб и нет более изученного вида рыб, чем окунь обычный или окунь речной. Изучение окуня началось еще в середине 19 века, поэтому окунь дал родовое название семейству, целому классу рыб под названием окунеобразных. Окунь это была первая достаточно изученная рыба. Окунь это самая распространенная рыба в водоемах северного полушария, обитающая в Европе, Азии и в Северной Америке. Также окунь был завезен и акклиматизирован благодаря англичанам почти во всех колониях Английской империи. Это и Новая Зеландия, Тасмания, Австралия и даже Южная Африка, где он удачно заселился и живет-поживает. Обитает почти во всех водоемах с нормальной кормовой базой и качественной водой. В реках, озерах, водохранилищах, прудах, вплоть до 74-й параллели. Выше ее на север почти не встречается. Не было окуня и в реке Амур, и его притоках, но благодаря людям он появился там в составе ихтиофауны. Правильное название окуня – окунь речной, обычный. Таких подразделений, как речной и озерный, не существует. Нерестится окунь очень рано, сразу после щуки, где-то с начала мая до середины мая. Икру окунь откладывают в виде лент, достигающих длины в 1 метр, которую он развешивает по корягам и водорослям. Личинка окуня после выклева питается зооплантоном, водными беспозвоночными, и при достижении определенного возраста начинает питаться другими видами рыб. В принципе, окунь – это активный хищник, поедающий малька других видов рыб, которого как раз во время его развития и подхода к повадкам хищника становится очень много. Как раз подходит личинка и молоть плотвы, леща, карпа, карася и многих других видов рыб, которые нерестятся гораздо позже окуня. Благодаря этому для окуня создается обширная и богатая кормовая база для его роста. Поэтому окунь растет достаточно быстро. Окунь, высоко устойчив к закислению воды, может обитать при pH 3,5. Кроме этого, окунь устойчив к недостатку кислорода в воде. Его нормальная жизнедеятельность возможна при содержании кислорода в воде до 3 мг на литр. У окуня сравнительно большой разрыв между критическими и пороговыми значениями содержания кислорода, что делает его менее уязвимым к изменениям кислородного режима. Кислородные потребности окуня значительно зависят от температуры воды. В низких температурах пороговое содержание кислорода у окуня приблизительно такое же, как у карася, а при более высоких температурах, как у плотвы и щуки. Пороговое значение концентрации растворенного кислорода в воде колеблется от 0,72 до 1,43 мг на литр. Окунь в наших широтах делится на две формы окуня. Мелкотравяная форма, так называемая затянутая форма, или ее еще называют тугорослой формой. Явно глубинный окунь. Явно глубинный окунь это та форма, в которой окунь с раннего возраста после зооплантона перешел к питанию молодых других видов рыб. У него повышенный темп роста, он активный хищник. Питается глубинный окунь за исключением призимнего периода, в основном только перед рассветом и закатом. Поэтому поймать такого трофейного окуня можно только в это время. Травяной береговой окунь в основном питается водными беспозвоночными, мотылями, гамарусами, жучками, паучками. Все, что живет в прибрежных водных растениях. Поэтому темпа его роста в разы меньше, чем у явно глубинного окуня. Определить возраст окуня иногда невозможно. Поэтому, например, окунь размером 12 см может быть как двухлетним окунем явной глубинной формы или девятилетним окунем травяного берегового окуня. Разве что можно определить по кольцам на жаберной крышке, но это уже метод для настоящих хихтеологов. У разных форм окуня очень большая разница по составу самцов и самок в их стадах. Если у глубинного окуня доля самок составляет до 80 и более процентов, то у мелкотравяного окуня она составляет всего лишь 10%. Но нерест у них проходит общий. При нересте самки глубинного окуня принимают участие многие самцы мелкотравяного окуня, которых может скапливаться около самки около 10 штук. Окуню не свойственны дальние миграции. Он ведет оседлую жизнь в тех местах, где он ведет зимовку, отстой и кормление. А на этом все. До скорых встреч на канале. Пишем комментарии, ставим лайки и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. И пусть при ловле окуня клюет только трофейный глубинный окунь.